В Московской области продолжается режим обязательной самоизоляции. Большая часть граждан сейчас сидит по домам, но есть и те, кто должен продолжать ходить на работу. Жителям, которым ежедневно приходится бывать на улице, нужно непременно надевать защитную маску. Администрация округа обратилась с просьбой к местным предпринимателям, чтобы они помогли обеспечить коллективы местных организаций средствами защиты. Откликнула Щелковская фабрика пошива школьной формы класс ИК, которая перепрофилировалась и начала производство многоразовых масок. Сейчас шьем маски, которые на сегодняшний день очень необходимы жителям, сотрудникам, которые работают в первую очередь, обслуживают этих жителей. На сегодняшний день мы работаем без выходных. Водоканал, электросеть, скорая помощь, городская больница – это лишь малая часть предприятий, куда будут поставляться маски, изготовленные на производстве. Фабрика занимается пошивом защитных средств всего около недели. За это время удалось выпустить уже около 10 тысяч экземпляров. С каждым днем количество сшитых масок увеличивается. А что же делать обычным гражданам, которые не ходят на работу, но собираясь в продуктовый магазин, аптеку, либо погулять с собакой, тоже хотят чувствовать себя защищенно? Сотрудница швейной фабрики продемонстрировала, как можно изготовить маску своими руками. Вам понадобится лоскут марли, швейная машинка, ножницы и утюг. На пошив у вас уйдет не более 10 минут. Уложили, прикладываем край к середине, складываем пополам. Далее с помощью утюга вы делаете на полученном марлевом свертке складки, а уже после отстрачиваете края маски на машинке и пришиваете к ней ленточки. Достоинство данной маски в том, что она является многоразовой. Главное, не забывайте ее стирать после каждого выхода на улицу. Берете ленту. Стачиваете. Стоит отметить, что некоторые сотрудники швейной фабрики класса К производят маски дистанционно. Ведь, как мы убедились, для того, чтобы получить необходимое средство защиты, вовсе не обязательно выходить из дома. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.